Это опять же меры поддержки. Уход иностранных брендов, проблемы с логистикой и рост санкционного давления на Россию. Для сохранения финансовой стабильности в новых экономических реалиях Центробанку пришлось поднять ключевую ставку до небывалых высот – 20% годовых. Вместе с тем на подмогу бизнесу ввели пакет новых антикризисных мер. Совместно с правительством и Банком России были запущены меры поддержки бизнеса. Это льготные программы кредитования на инвестиционные цели, на оборотные цели, которые хорошо себя показали. Также у нас был большой опыт в пандемию, запуска кредитных каникул. Каникулы у заемщиков начались в марте текущего года и продлятся до полугода. Однако от ежемесячных платежей отдохнут не все. Для получения данной меры поддержки необходимо соответствовать ряду требований. В основном нужно быть резидентом Российской Федерации, входить в реестр субъектов МСП. Также субъекты малого и среднего бизнеса не должны входить в группу компаний такого крупного бизнеса. В отношении них не должны начинаться процедуры банкротства. И уже существуют отдельные нюансы в различных программах кредитования. И это даже не половина списка антикризисных мер, предлагаемых государством. Всего предусмотрено более 350 федеральных и региональных мер поддержки, в их числе субсидирования. Субсидии от регионального и федерального бюджета. Об этом вы можете уже узнавать на сайтах корпорации МСП, на сайтах крупнейших банков проводников этих программ льготных. И тогда, конечно, можно совмещать условия и этих льготных наших антикризисных программ совместно с субсидиями. В новых реалиях изменилась и система проверок Роспотребнадзора. На сегодняшний день курс взят на профилактику нарушений. Большая часть проверок обменена, остались отдельные веки деятельности. Их там немного. Это у нас образование, лейко-оздоровительная кампания, перинатальные центры, объекты водоснабжения и социальные учреждения. Изменился порядок проведения и внеплановых проверок объектов. Внеплановые проверки будут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры при наличии непосредственной выгрозы или по результатам причинения. По завершению докладов представителей ключевых структур предприниматели смогли обратиться к ним со своими вопросами. Также во время встречи заместитель главы администрации Светлана Тарасова вручила благодарственное письмо от Московской областной думы генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Карнет» Михаилу Азарову.